Здравствуйте, с вами на связи Ольга. Сегодня мы продолжим процесс создания своего первого сайта. Исходим из того, что вы уже зарегистрированы в компанию iNetGlobal, что у вас уже есть доменное имя и что у вас есть уже собственный бэк-офис. На данный момент мы находимся на моей страничке в моем бэк-офисе компании iNetGlobal. Жмем на кнопку «Вис сервисы», так как нас интересуют именно эти сервисы. Попадаем на страничку, которая предлагается ряд инструментов. Нас интересует такой инструмент компании iNetGlobal, как «Вебс». Это и есть конструктор сайтов. Далее мы проходим тот же путь, который мы проходили при регистрации собственного доменного имени. Это жмем на «My Product and Service», на «Детально» и переходим на «Си-панель». «Си-панель» – это основной инструмент данного сервиса. Здесь предлагается очень много всяких возможностей, очень много всяких функций. Но на данном этапе нас интересует закладочка раздела «Программное обеспечение и службы» – «РВС Сайт Билдер». На нее и жмем. Перед тем, как начинать создавать свой первый сайт, вы должны все себе очень хорошо представлять. Вы должны представлять себе содержание этого сайта. То есть у вас первоначально все должно зарождаться в голове. Процесс создания сайта на площадке iNet Global состоит из семи шагов. Шаги эти очень доступные, очень простые, очень понятные. В общем-то, вы будете получать удовольствие от того, как ваш сайт будет постоянно обрастать своей структурой, вы будете его все время видеть, как он выглядит, как он создается. И вообще это что-то бесподобное. На данной странице мы можем редактировать уже существующие сайты, мы можем удалять проекты, можем создавать проекты резервного ресурса, восстанавливать проекты. Но мы жмем на кнопку «Создать веб-сайт». Значит, вписываем название проекта. Ну вот, название проекта желательно писать на английском языке. Вот у меня оно было заранее подготовлено. Это мой проект будет называться «Исполняем свои желания». Выбираем язык, русский язык, и далее пишем заголовок сайта на русском языке. «Исполняем свои желания». Далее система нам предлагает вписать название компании. Если у вас названия компании нет, вы ставите птичку, и этот раздел уходит. У меня название компании будет, и поэтому я вписываю. «Студия». «Студия». Данная панелька позволяет нам менять шрифт, позволяет нам менять размеры, позволяет нам... Ну, делаем побольше. Позволяет нам, значит, сделать жирным, сделать наклонные буквы, подчеркнуть текст, выбрать цвет. Вот это вот очень ответственный момент, поскольку, как я считаю, одним из недостатков данной программы является то, что вам нужно заранее продумать, в какой цветовой гамме будет ваш сайт. То есть, какую вы шапку будете выбирать, с каким цветом, то есть, какого цвета должны быть буквы. Поскольку в дальнейшем очень трудно это поддается изменениям. Это... Ну, я считаю, что это недостаток, но компания постоянно дорабатывает свои продукты, и, в общем-то, надеемся, что в скором времени все будет значительно легко и проще по этой части. Значит, выбираем синий цвет букв, предполагаем, что мой сайт, я предполагаю, что он у меня будет в синей цветовой гамме, но убираем наклонные, оставляем Ова Студия. Следующий раздел – это лозунг. Нет лозунга – ставьте птичку. Ну, у меня лозунг будет, поэтому я, значит, пишу свой лозунг. Значит, лозунгом для моего сайта будет следующая аффирмация. Я позволяю жизни приносить все, что мне необходимо из бесконечного океана изобилия. Я позволяю жизни приносить все, что мне необходимо из бесконечного океана изобилия. Значит, ну, здесь мы тоже можем менять размеры, можем делать жирным, можем менять цвет, можем тут стирать, ну, в общем, то, что позволяет нам панель. Выберем цвет опять синий. Мы можем всякие тут значки делать, ну, в общем, то, что и на любой панель, то, что и любая панель инструментов позволяет делать. Я позволяю жизни приносить все, что мне необходимо, из бесконечного океана изобилия. Следующий раздел у нас логотип. Нет логотипа, ставьте птичку. У меня логотип будет. Значит, как загрузить логотип? Значит, здесь написано, что, значит, рекомендуемый размер 120 на 70, а также есть возможность автоматически выбрать размер. То есть, вам система автоматически подгонит под необходимый размер. Логотип вы должны выбирать и закачивать со своего компьютера. Сейчас зайдем в мою коллекцию фотографий, и я попробую выбрать подходящий для моего сайта логотип. Вообще, если вы занимаетесь сайтостроением, то путешествия по бесконечным просторам интернета скачивайте себе в компьютер понравившейся картинке. Поверьте, они вам в любой момент могут пригодиться. Ну, вот, например, выбираем вот эту картинку. Она по размеру 400 на 505 больше, чем просит система, но я надеюсь, что мне... Я надеюсь, что она мне будет автоматически подогнана под нужный размер. Значит, жмем на загрузить логотип. На этом у нас первый шаг заканчивается. И, значит, мы в следующем... Во время следующего нашего занятия вот нас уже система перевела на второй шаг, но мы займемся построением сайта на втором шаге. Это будет дизайн, выбор дизайна. Здесь у нас будут большие возможности как для выбора дизайна из предлагаемых шаблонов, также вы можете и в своей редакции делать дизайн. Но пока мы будем работать с теми шаблонами, которые нам предлагает компания. Это у нас будет занятие на следующего урока. А пока все. Счастливо вам. До свидания. Удачи. До свидания. Продолжение следует...